Клуб «Итака» все-таки сохранил свой настил. Как говорят в городском совете, с «Итакой» возникла особая ситуация. Согласно докладу, руководство коммунального предприятия «Побережье», арендуемой ночным клубом территории Песчаного пляжа, уже почти не осталось. Дело в том, что еще в советское время там была пристань для катеров и не было волнореза. С тех пор пляж просто смыло, а размещенную на нем буну забросило волнами аж на территорию самого заведения. Из-за того, что клуб платит за аренду территории, которой по факту уже и нет, он решил разместить настил. Если мы сейчас, например, разбираем в контексте нашего вопроса конкретный объект, то давайте говорить о том, что им позволили продлить настилом так называемый пляж. У них нет пляжа, они арендуют, им разрешили, как будто бы его создать из дерева, назовем это так. Скажем так же, искусственно. Плюс-минус. Но ведь они его арендуют и условия договора для них одни и те же, как и для всех. Разные. Совершенно верные. Значит, 30% этой территории они должны оставить общественной, свободной. Напомню, что об увеличении настила клуба и так, как говорят, каждый год. А в 2021-м он нырнул в воду на 5 метров от берега, отрезав таким образом проход по береговой линии. После этого городские власти объект проверили. И оказалось, что работы на нем проводились без разрешения. По словам одесситов, мэрия уже давно не обращает внимания на застройку побережья. И мнение одесситов. Как раз слов нормальных нет по этому поводу, естественно, как для любого нормального человека. Песок должен быть на месте, вне песка, там пожалуйста. А вот это вот просто слов нет от возмущения, не отдавания и все, что хотите. Нас даже не пустили летом даже по этому пирсу прогуляться. К нам приезжали гости, мы хотели просто подойти к воде. Вот там вот было закрыто и все. Даже сюда нельзя. Ну, так же нельзя, чтобы было для одного, а все идите гуляйте там. Наверное, негативно больше, чем позитивно, потому что хотелось бы больше пространства здесь, для того, чтобы искупаться нормально и не толкаться с нашими людьми и приезжими. Потому что каждый год все больше и больше сюда съезжается людей. Скажите, пляж отбираются с года в год у одесситов обычно? Ну, я не замечаю, так как я посещаю более безлюдные пляжи, чем городские, потому что тут как бы приезжих очень много. Как может быть законно? Во-первых, рушится пляж, нарушают. Но как это может быть законно? Где людям отдыхать? Ну, это незаконно, потому что даже по всем нормам санитарным это незаконно. Позакрывали все, что нет у прохода, даже не видно. Море. Это что такое? Вы возьмите за границей, море, все открыто. У нас же идешь с правой стороны. А вы посмотрите, как-то тропа здоровья и вот эта велодорожка. Сейчас же суббота, воскресенье с детьми там невозможно пройти. С 8 до 11 пенсионерам давали кусочек. Вот это все побережье было свободное как бы. Потом. В прошлом году они отделили только чуть-чуть. Сейчас в этом году вообще не знаем. Были места вон там, под ротундой. Теперь тоже закрыли. Там уже все это уже платное. В этом году вообще не знаем, что будет. Они мало вошли в море, я им буду до Турции дотянуть свой причальчик и там построить. Это было бы вообще супер. В целом, как ситуация в Одессе с застройкой клубами побережья? Ну, ну как? Ну как? Отрицательно, конечно, что можно говорить. Пляжа нету. Вот думаем, куда ходить на пляж. Пока не придумали. Вы не припоминаете ли там ИТА, Каибица, они ограничивают проходы вот обычных отдыхающих на пляж? Нет, конечно. Нам, пенсионерам, разрешено с 9 до 11 быть бесплатно. Все остальное время – это платный вход. В прошлом году был 100 гривен. При этом клуб ИТА – не единственный нарушитель пляжных границ. Инспекторы государственно-архитектурно-строительного контроля нашли на побережье еще несколько незаконных конструкций. Главное, чтобы они спустя время тоже не стали законными.